Могу предположить. А, предикатив. Предикатив – это, да. Предикатив, да? Предикатив. А чем отличается предикатив от определения? Еще раз, это повторение. Предикатив относится к так называемой глагольной группе, то есть он является как бы структурно, он относится к сказуемому. Определение относится к группе, группирующейся вокруг подлежащих. Ну, условно говоря, именная группа, да? Именная группа. Да, конечно, к апипидитах. Капипидитах. Ачала. Мутимая обезьяна. То есть здесь, конечно, можно и так, и так это изложить. Почему? И это, опять же, повторение. От повторения истина не убывает, скорее она укореняется глубже в нашем сознании. Вот четкое есть правило, что перед определяемым словом, если некое прилагательное, в том числе ППП, стоит, это будет определение. А если после определяемого слова, это значит предикатив. Вот это правило является, я бы сказал, практически абсолютным в прозаических текстах. И вот это надо помнить. Но перед нами текст не прозаический, а метрически организованный. Перед нами строфа. А в строфе все, что угодно, может стоять где угодно. Поэтому, конечно, ну как я скажу, мучимая обезьяна и гора задрожала, или гора задрожала, будучи сжимаемой обезьяной. Вот в одном случае мы перевели как определение, в другом случае, будучи сжимаемой обезьяной, задрожала, как сжимаемая обезьяна, задрожала, будучи сжимаемой обезьяной. Это уже тогда мы перевели как предикатив. Ну, я бы скорее интерпретировал как предикатив, но в данном случае, вот я бы сказал, немножко зависит от нашей интерпретации. Трудно сказать однозначно. Но я думаю, поскольку она задрожала, она не всегда дрожит. Она дрожит вот именно в той ситуации, когда его Хануман сжал изготовивших прыжку. То есть у него как это вот кинетическая энергия. Она уже принял, не знаю, стойкую, как называется, упор. Упор сидит. И приготовился прыгнуть. И вот как бывает в мультфильмах, там показывает прямо все там, такая вот энергия пошла. Колебаться это передалось горе. Вот я это так себе представляю, как в диснейских каких-нибудь мультиках. То есть вот она задрожала именно в этом. Вот быстро-быстро задрожала. Ашу задрожала. Так. И у нас есть слово мухуртом. Мухуртом, да. Это мгновение или час. Ну, какой-то промежуток времени. Так вот, мгновение или час? Ну, наверное, мгновение. Вот. Потому что по контексту. Так, 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 так. Ну, если посмотреть. То есть можно, да, оно на мгновение задрожало. Да, на мгновение гора сжимаемая. Вот эта гора, сжимаемая обезьяной, быстро, значит, задрожала на мгновение. Но, если мы возьмем, смотрите, первая строфа, комментария. Ну, там вот после 11. А, ну, хотите, я вот сходу. Или кто-то хочет спонтанно. Алексей не хочет спонтанно перевести? Давайте. Комментарий. Мы сейчас, Дмитрий, мы сейчас к вами вернемся, да, со строфой. То есть мы перевели вплоть до мухуртом, мы левую паду перевели. Вернее, почти две пады, да, половину строфа перевели. И при этом мы посмотрим, давайте, на комментарии. Пи-да-ям-аса и далее. Пи-да-ям-аса. Лилянка-иша-сам-на-ха-на. Лилянка-иша-сам-на-ха-ва-ща-та-ха. Это, да? И-ша-сам-на-ха-ва-ща-та. Да, это, кстати, вообще, это на самом деле еще окончание. Это кто еще относится? Это еще относится к Академии. Ну, давайте мы ее все равно переведем, раз уж мы. Продолжение следует... Продолжение следует...